Всем привет, с вами МорВК, и сегодня мы поговорим о почему-то большом испытании для многих немецком линкоре девятого уровня Фридрих Дергроссе. Мы, как и всегда, обсудим его характеристики, рассмотрим перки, сигналы и модернизации, с которыми играл я, ну и надеюсь, это будет для кого-то полезным. Ну что ж, не будем тратить время и погрузимся в специфику выживаемости в бою. В плане живучести у нас есть запас очков боеспособности 84300 при ПТЗ в 25%, для уровня это средненько, но если добавить к этому броню, то корабль способен выдерживать довольно много урона. Это утверждение реально благодаря носовому бронепоясу от 60 до 150 мм и кормовому в 90, а также здесь палуба от 50 до 80 мм. Такие показатели помогают прилично танковать фугасы, а также дают рикошеты ББшек при атаке или обороне. Но не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Наши оконечности в 32 мм и надстройки охотно делятся домашкой с фугасоплюями, а бронепояс щедро одаривает уроном тех, кто стреляет ББшками. И казалось бы, не открывай борт да нагибай, но этот корабль время от времени пробивается под очень странными углами, из-за чего сложно полноценно сформировать поведение в бою. Ведь то ты не пробиваем, а то просто за пару минут тебя разобрали. Рандомность в танковке не дает уверенности по ходу боя, но роль линкора все равно отыграть можно, просто не нужно сильно напрягаться, если кто-то вкинул залп и пробил. Это нормально. В любом случае, ни одна живучесть влияет на выживаемость. Не забываем про маневренность и маскировку. Тут, правда, черпануть кайфа и позитива можно немного. Маневренность меня расстраивает, скорость хода тут 30 узлов, циркуляция 940 метров и время перекладки рулей 17,5 секунд без разгона. Все это с учетом размеров корпуса делает корабль неповоротливым и относительно медленным, потому что максимальная скорость набирается весьма долго. На дистанции такие цифры немного позволяют уклоняться от вражеских залпов, но вот на средние или уж тем более в ближнем бою в такую тушу промазать сложно. Торпеды также представляют серьезную угрозу. Уворачиваться от них проблематично, но местами возможно. Только причина здесь не в маневренности, а в том, что есть габ, который обеспечивает защиту в этом направлении. Габ немецкий, топовый, то есть до 6 километров видит корабли из 4 торпеды. К сожалению, у корабля нет интересной динамики и после бисмарка он выглядит мега унылым. Но это лишь вопрос привычки, наверное. Приноровиться управлять этой махиной реально. И здесь все не так уж и плохо. Плюс-минус, как и у других ЛК. Что же касается маскировки, то базовая заметность с кораблей 17,3 километра, а с самолетов 12,8, что для уровня немало. В бою же маскировки не хватает. Корабль часто рано ловит фокус и не может отсветиться. Атаковать тоже неудобно, тебя видят все и на какие-то тактические прорывы или проходы уповать не приходится. В общем и целом, живучесть спорна, а маневренность и маскировка в стиле крупных линкоров. Кораблем управлять некомфортно и в бою немного тактики. Дергросса вечно светится и при возможности, конечно, отстреливается. Только вот даже по меркам линкора комфорта тут мало. И именно из-за этого часто складывается ощущение, что все плохо. Отдельно здесь еще отмечу расходники. Есть типичные аварийные и ремонтные команды. А также, как я уже говорил, габ. Но это не все. Есть еще на выбор корректировщик или истребитель, который лично я и выбираю. Расходники эти вполне адекватно смотрятся и хорошо усиливают в бою. Но общую картину отсутствия комфорта не сильно-то меняют. И это, можно сказать, первый камень преткновения. А второй вооружение. Хотя, как по мне, это лучшая сторона корабля. Начнем с нашего главного калибра. Тут есть разнообразие. На выборах 406-мм пушки или 420-ки. Но в любом случае, они будут расположены в четырех башнях по два орудия. Мой личный выбор – это калибр 406-мм. Именно про них я и буду говорить. Поясню лишь, что выбор этот обусловлен перезарядкой, которая несравненный плюс над топовыми пушками. Дергросса на этих стволах стреляет раз в 26 секунд без улучшений. И это один из топовых результатов для уровня. Пояснять тут особо нечего. Чем чаще стреляем, тем больше вероятность кого-то подловить на местоходстве или банально перестрелять. Теперь еще рассмотрим два параметра, которые меня более чем устраивают. Речь идет о скорости вращения башен и дальности стрельбы. Что касается башен, то скорость вращения на 180 градусов – 32,7 секунд без улучшений. Для линкора это очень приличный параметр. Удобно вести цели на любой дистанции и можно оперативно переложить башни с борта на борт. Ну а дальность стрельбы здесь 23 километра, что неплохо. В большинстве своем в боях всегда есть противник, в кого можно пострелять. Главное правильно брать упреждения и принять в дальнейшем минусы. Что касается упреждения, то тут все просто. По линкорам и авикам пристреляться можно на любую дистанцию, по крейсерам километров до 16 без проблем. Ну а по эсминцам до 10-12. Только одно дело взять упреждение, а другое попасть. И тут уже проявляется минус точности. Дергросс и дробовик. Не самый косой, но тем не менее, уверенности при стрельбе мало. Рассеивание снарядов тут 263 метра. Но разлет чудит на любой дистанции. Ну и последнее, про что тут можно сказать, это углы стрельбы. Данный параметр – основа всего дискомфорта при реализации вооружения. Для того, чтобы сделать фулл залп с ГК, нужно как следует подвернуть корпус. И если на дистанции это еще не так опасно, то на сближении в такие подвороты вас замечательно карают. Поэтому нужно действовать аккуратно и выбирать верный момент для реализации всех пушек. Желательно подворачивать, когда враг на перезарядке. Так хотя бы к дискомфорту не будете добавлять большую потерю боеспособности. Собственно, вот как-то так выглядят параметры этих орудий. Но я думаю, что надо отметить, что 420-ки практически идентичны во всем, только стреляют они реже. И верить в мифическое бронепробитие от калибра не стоит. Как по мне, уход в скорострельность куда перспективнее. Ну и да, снаряды у орудий тоже разные. Только не так сильно, чтобы видеть в этом преимущество топовых орудий. Сравнять, конечно, в таком формате трудно. Много перекрестной болтовни выйдет. Поэтому вот два скрина, где все наглядно. А отмечу лишь то, что фугасы на любом калибре имеют повышенное бронепробитие. Что круто. Но основа ударной мощи линкора это ББ. Поэтому если вы кого-то не пробиваете в нос, то уходите на фугасы. Но если хотите нагибать, то ведете поиск бортоходов, которых караете в борт ББшками. В итоге правильная реализация снарядов не оставляет этот корабль без домашки. Тем более если вы познали дзен ветки и подключаете по ходу боя фишку немецких линкоров ПМК. Лично мне оно нравится и я в принципе кайфую от моментов, когда его реализуешь. Все-таки плюсов у него много. Хорошие углы стрельбы, не такая уж плохая точность. Ну и не забывайте, стреляем мы фугасами, у которых повышенное бронепробитие, из-за чего удается наносить прямой урон. То есть если вы вышли в ближний бой, ПМК помогает вам разбирать врагов. При этом оно часто стреляет, что обрушивает на противника приличный такой ливень снарядов. Пожалуй, это все, что можно сказать про нашу артиллерию и вооружение в целом. Как итог, сильная ПМК и вариативность в ГК, где каждый, конечно, решает сам, что лучше. Ну а мы идем дальше и давайте перейдем к последнему пункту ПВО. Тут корабль не сказать, что хорош. У него есть семь разрывов с уроном 1470, которые бьют в диапазоне от 3,5 до 5,2 километров. Помимо этого есть три ауры. Дальняя до 5,2 километров и уроном 154, средняя до 3,5 и уроном 445 и ближняя до 2 и уроном 77. Как вы видите, цифры вполне себе высокие, но дальность маленькая, что для ветки вполне типично, и авики вас атакуют. Просто вы хп теряете недаром, а сбиваете немного самолетов после их атаки. Ну а для выживания нужно, как и всегда, придерживаться союзников и выставлять приоритетный сектор ПВО. При возможности, конечно, активно маневрировать, чтобы самолеты находились дольше в зоне ауру. Ну и самого печального еще, не забываем о бронебойных бомбах. Как и на предшественниках, они несут вам огромные проблемы. В общем-то, как-то так выглядит линкордер Гроца по своим характеристикам. А мы перед каким-то итоговым мнением пройдемся по модернизациям, перкам и сигналам, с которыми играл я. В плане модернизации в первый слот вспомогательное вооружение. Но если вам часто критуют башни ГК, то лучше установить основное вооружение. Второй слот – система борьбы за живучесть. Для альтернативы можно и модку за уголь на габ взять, но я в ней не вижу особого смысла. Третий слот – ПМК модификация. Данное вооружение стоит усиливать, потому что оно добавляет тот урон, который не наносит ГК. Четвертый слот – рулевые машины. Это дополнительно улучшит маневренность и будет комфортнее управлять этой баржей. Пятый слот – система маскировки. Инвиз надо хотя бы немножко улучшать. Шестой слот – орудия главного калибра. Стоит максимально улучшить перезарядку ГК на стоковых пушках. Так КД будет 22,9 секунды, что для калибра очень хорошо. Что же касается перков капитана, то тут все то же самое, что и на бисмарке. Профилактика, отчаянный, суперинтендант, противопожарная подготовка, усиленная огневая подготовка, ручное управление ПМК и мастер заряжающий. С таким набором уже можно и в ближний бой сходить и выживать вполне себе комфортно. Ну и наконец-то последний пункт – это боевые сигналы. Стоит брать Сьерра Майк, Новэмбер Фокстрот, Индия Дельта, Индия Янки, Джулит Янки, Новэмбер Эка, Майк Янки и Джулит Чарли. В общем-то, как-то так я и играл. Идер Гроссов для меня скорее нейтрален, чем вызывает ненависть. Он продолжает славные традиции ПМК. Знатно из-за крупного корпуса, правда, получает по щам, но сам быстро стреляет и их вполне себе свой урон для уровня отбивает. Если вы по ходу ветки вырабатываете умение думать головушкой, когда можно атаковать, а когда нет, и придерживаетесь пограничной дистанции за светом, то проблем от этого корабля не должно быть много. Кому-то, как и всегда, понравится, кому-то нет. Ну уж точно он не так плох, как про него ходят байки. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте тыкать пальцы вверх, подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Оставляйте комментарии, вступайте в ряды спонсоров при возможности. Ну а мы с вами увидимся в боях. Всем пока.